С самого утра в Казанском людском саду было не тихо. В одном из самых красивых скверов города состоялось возложение цветов к памятнику Гавриилу Державину. В церемонии приняли участие представители Казанского федерального университета, Всероссийского государственного университета юстиции и все те, кто неравнодушен к жизни и творчеству известного драматурга и госдеятеля Российской империи. А после состоялось не менее торжественное открытие научно-практической конференции «Державинские чтения», которая проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. Несмотря на то, что державинские чтения в КФУ выглядят вполне логично, ранняя конференция на протяжении 10 лет проходила исключительно в Москве, однако 11-е державинские чтения уже состоялись в ноябре прошлого года в КФУ и теперь снова открыли свои двери на базе старейшего университета страны. Масштаб личности Державина, значение его многогранного творчества со временем проступает все более явственно. Образ Гавриила Романовича притягивает всех, кому небезразлична судьба нашего Отечества, о чем и говорит масштаб нашей сегодняшней встречи, ибо в этом зале, где обычно выступают государственные деятели и проводятся крупные международные мероприятия. Сегодня находится очень много гостей, и самое главное, здесь же в этом зале вместе с нами представители наших вузов, наши студенты, те люди, которые придут на замену к нам завтра. В церемонии открытия приняли участие студенты и преподаватели Казанского федерального университета, Всероссийского государственного университета юстиции и заслуженные научные деятели. Обсуждению подлежат такие важные темы, как российский суверенитет, гражданское семейное законодательство, проблемы криминализации и многое другое. Если посмотреть на политику предстоящих докладов и научных сообщений, то смею предположить, что нет ни одной отрасли отечественного права, те иные аспекты, которые не рассматривались бы участниками нашей конференции. Здесь уместно заметить, что предстоит заслушать примерно 400 докладов и научных сообщений в рамках заседаний восьми круглых столов. Кстати, среди интересующихся жизнью Гавриила Державина не только профессора и молодые исследователи. Весьма отрадно, что школьники не остаются в стороне. Так, например, ученица первой московской гимназии зачитала стихи собственного сочинения, которые посвятила известному поэту. Наверняка молодые таланты еще неоднократно проявят себя в стенах университета, ведь решение о том, чтобы КФУ стал постоянным домом конференции, уже единогласно принято. Субтитры создавал DimaTorzok